В этом году приходится откладывать и обещанный ремонт дорог по всей стране. Мы уже не раз говорили, что шутки об асфальте, который сходит вместе со снегом, до сих пор актуальны. Но говорили и о том, что правительство планирует потратить на ремонт существующих и строительство новых дорог беспрецедентную сумму. Речь идет о 300 миллиардах гривен в ближайшие 5 лет. Вдобавок к этому принят закон о дорожной концессии, который сделает возможным еще и строительство автобанов за деньги инвесторов. Мы, наконец-то, создали систему, как я и обещал, модернизации украинских дорог. Но я хочу сказать и про то, что мы все с вами четко видим, в каком состоянии находится дорога. Каждый день миллионы украинцев ездят по разбитым дорогам, по ямам. И это все происходит не сегодня, это происходит много лет. Треба подойти абсолютно системно, абсолютно системно до будивництва дорог. Треба будувати не только километры дорог, а треба, чтобы эти дороги связывали места, населенные пункты. Дуже важно зараз приделять увагу местным дорогам. Но вот в чем главный вопрос. Если такие огромные средства тратятся на строительство и ремонт дорог, то нужно подумать и о том, чтобы сделанное попросту не уничтожалось. Например, каждый день по украинским дорогам ездят тысячи перегруженных фур, которые просто разрушают новое покрытие. Как можно решить хотя бы эту простую проблему? Давайте обсудим с еще одним нашим гостем, Михаил Наняк, глава Госслужбы по безопасности на транспорте. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что нашли время. Вот проблема мной озвучена, да? Мой вопрос очень простой. Скажите, что нужно делать? Как решить, например, проблему с грузовиками, которые попросту выбивают асфальт и делают новые дыры? В первую очередь, должен быть качественный габаритно-ваговый контроль. Мы его начали с 2016 года системно проводить в стране, но есть ряд проблем, которые нужно решить и сегодня. И не было комплексов. Ряд тех комплексов, на которых мы работали протягом двух лет, это были комплексы, старающие, 2005-2006 лет, которые были на балансе Украфтодору. И мы на них работали. Зараз, благодаря Еврокоштам, мы закупили 78 комплексов. Это пересывные лаборатории, которые мы закупили в конце 2017 года. Но для того, чтобы они качественно функционировали, нужно ряд вещей. Первое. Самое главное – это кадровый потенциал службы. Сейчас служба не комплектована. И также мы просим уряду, чтобы увеличить количество работников инспекторского склада, для того, чтобы в целодобовом режиме мы могли эффективно работать. Ну да, действительно, у нас в стране тысячи дорог, и вы говорите, что людей не хватает для контроля, да? Так, конечно. Служба, она не большая, а для того, чтобы обеспечить один комплекс в целодобовом режиме, нужно 6-8 человек. И тех 150 инспекторов, которые выходят каждый день работать, абсолютно этого недостаточно. Плюс еще один момент. Что должно быть? Это площадки, где эти комплексы размещать. Мы уже два года говорим. Укравтодору и местным органам влады… Это речь идет о стационарных комплексах или переездных? Пересунь, это пересунь. Это пересунь комплексы. Стационарные также нужны. Они должны работать также в целодобовом режиме. Но, думаю, это немного на перспективу для того, чтобы и запускать дистанционный контроль. Это будут в проездную дорогу вмонтированы соответствующие датчики в онлайн-режиме, передавать определенную информацию инспекторам Укртрансбезпеки, которые будут уже не остановить каждого порушника, а только того порушника, который попал в систему рисков. Но сейчас можно работать и нужно работать с пересунными комплексами. Их на балансе Укравтодору есть порядка 34, из которых 25 работающих, плюс 78, которые мы закупили минулого года. И еще есть ряд областных государственных администраций, которые также закупили эти комплексы. Что я говорю, шановный министр, шановный руководитель Укравтодору? Збудуйте достатнюю количество площадок для того, чтобы мы могли в каждой области эффективно маневровать и выявлять тех или других порушников. То есть это нужно заложить уже в проект строительства новых дорог, которые нам обещают. Або восстановить те площадки, которые у них есть, которые просто в плохом состоянии и на которых не можно работать. И когда ты раскладываешь соответствующую вагу, она не покажет тебе соответствующую информацию. Будет похибка. Но этих площадок, на которых можно сегодня работать, есть порядка 110-120 площадок. Для того, чтобы эффективно работать и маневровать по всех основных направлениях, их нужно хотя бы 250-300. А людей сколько нужно? Вы сказали, что сейчас 150 работает на всю страну инспекторов. Но даже я понимаю, что этого мало. Ну, это мизер, если так говорить. Мы подали соответствующий проект постановы до министра инфраструктуры, для того, чтобы он его подписал и направил на Кабинет министров. Мы хотим, чтобы сближали Укртрансбезпеку, инспекторский склад, потому что мы же понимаем, порядка будет 130-140 пересувных комплексов. И нужно под это около тысячи людей. Спасибо вам за эти ответы. Михаил Наняк, глава Госслужбы по безопасности на транспорте, был гостем подробностей недели. Спасибо еще раз.